Здравствуйте! Сегодня я приготовлю торт эскимо. Просеянную муку смешаю с разрыхлителем и солью. Молоко соединю с маслом, поставлю на огонь и доведу до кипения. Яйца комнатной температуры соединю с сахаром и ванильным сахаром. Собью в пышную светлую массу в течение 7 минут. Аккуратно в два приема добавлю мучную смесь. Несколько ложек теста соединю с теплой молочно-масляной смесью, размешаю и в два приема добавлю к остальному тесту. Дно формы, смазанное тонким слоем сливочного масла, выстелю бумагой для выпечки. Бортики смазывать не надо. Равномерно распределю тесто. В разогретую до 170 градусов духовку ставлю форму на средний уровень и выпекаю 17-20 минут. Бисквит оставлю на 15 минут, затем извлеку из формы и полностью остужу на решетке. К яйцам добавлю сахар, ванильный сахар, крахмал и хорошо размешаю. Доведенное до кипения молоко волью тонкой струйкой, постоянно помешивая яичную смесь. Верну на огонь и проварю постоянно помешивая, пока смесь хорошо не загустеет. Перелью в миску и полностью остужу, периодически помешивая, чтобы не образовалась корочка. Для сиропа сахар соединю с водой и доведу до кипения. Полностью остужу и добавлю апельсиновый ликер. Мягкое сливочное масло собью в течение 7 минут. По одной ложке добавлю остывший заварной крем, тщательно взбивая после каждого добавления. Остывший бисквит обрежу по шаблону и очищу от корочек. Размеры шаблона в описании под видео. Соберу торт. Первый корж пропитаю половиной сиропа. И нанесу 2 третьих крема. Накрою вторым коржом. Пропитаю оставшимся сиропом. А верх и бока смажу кремом. Посыплю обжаренными грецкими орехами и поставлю в холодильник на 30 минут. Для помадки нарубленный черный шоколад залью доведенными до кипения сливками. Хорошо перемешаю. Добавлю мягкое сливочное масло и сразу нанесу на торт. Поставлю торт в холодильник на 3 часа. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. С вами была Ирина Подолян на канале Приятного Питера.